Всем привет! Меня зовут Деквин, я автор блог Казуального Геймера, и в этом видео я расскажу вам о том, какие изменения ждут нас в профессиях в дополнении Battle for Azeroth. Предупреждаю, что ролик записан на бете, и к релизу возможно что-то изменится, но я надеюсь, что этого не случится. Итак, первое серьезное изменение касается прокачки профессий. Уровень навыка теперь нелинейный, он разбит на тиры. Что это значит? Это значит, что каждому дополнению соответствует свой тир. Поясню на примере. Если раньше у нас было просто горное дело, то теперь у нас есть горное дело классической игры, есть горное дело запределья, и дальше в соответствии с дополнением. Тиры независимы друг от друга. Это значит, что если вы хотите выучить горное дело Пандарии, вам не нужно учить до этого все остальное, то есть горное дело катаклизма, лича и вплоть до классики. Каждый тир имеет свой уровень, то есть, допустим, для того, чтобы прокачать полностью горное дело классики, вам нужно набрать 300 очков, дальше идут 75 вплоть до Дренора. После Дренора это 100, Легион тоже 100, и Култерасское горное дело, это то, что касается уже непосредственно дополнения Battle for Azeroth, это 150 очков. На мой взгляд, это очень полезное новшество, потому что раньше приходилось тратить кучу времени, фармить или покупать ресурсы и создавать массу ненужных предметов. Сейчас у вас есть выбор. Вы можете прокачать только профессию на высшем уровне, то, что касается Battle for Azeroth, допустим. А если вам захочется что-то еще, вы, соответственно, выберите то, что вам нужно. Второе новшество касается квестов. Как вам известно, если вы играли в Легионе, то для прокачки профессии нужно было выполнять квесты, в том числе и в подземельях. В Battle for Azeroth для большинства профессий квесты убраны, остались только квесты для собирательных профессий, таких как горное дело, травничество. Однозначно это хорошие новости, потому что теперь для того, чтобы иметь полноценного крафтового альта, не обязательно качать его до левелкапа. В качестве эксперимента я попробовал прокачать крафтового альта, алхимию и ювелирное дело, и у меня ушло около получаса для того, чтобы прокачать навык култерасского ремесла до 110 уровня, что дало мне доступ ко всем основным рецептам. Единственное, до чего мне не удалось докачать, это в алхимии до рейдового котла, из которого все могут брать фласки, и тот специальный ювелирный камень, который могут использовать только ювелиры. Таким образом, если вы хотите иметь крафтового альта, вы сможете это сделать буквально в первые сутки, а может быть там двое, после релиза дополнения. Теперь о третьем новшестве. Теперь некоторые профессии имеют рецепты для изготовления улучшалок для ваших приспешников, ой, то есть последователей. Скажем, такие вещи, как 20% сокращение времени на выполнение заданий или повышение успеха при выполнении задания. Учитывая, что ваши последователи смогут выполнять миссии, которые будут приносить деньги, наверняка эти вещи заинтересуют многих игроков, которые захотят быстро бустануть свой оплот. Другими словами, у нас появляется новый сегмент рынка, в котором наверняка будет интересно играть. Ну, по крайней мере, пока это выглядит так. Последнее новшество, на мой взгляд, самое интересное в этом дополнении. Эта штука называется скрепер, и с помощью этого устройства мы можем разбирать предметы и получать из них материалы. Напомню, что ранее распылять предметы могли только чантеры, и то они получали специфическое сырье для изготовления свитков улучшения. Теперь, вне зависимости от того, какими профессиями вы владеете, вы можете подойти к скреперу, положить в него предмет и сделать, получить из него сырье. Какое сырье вы получите на выхлопе, зависит от типа брони. Если это ткань, то, естественно, вы получите ткань. Если это кожа, то кожу, а если это латы, то, соответственно, металл. Правда, есть и ограничения. Допустим, если в легионе мы могли засунуть в аннигилятор фласки, которые получали алхимики, то там можно было получить крупицу аннигилята. Здесь эти фокусы не прокатывают. Сколько я не пробовал туда что-то пихать другое, ничего не получалось. Предметы из старого контента, допустим, броня из легиона или пандарии, тоже не распыляются в этом устройстве. Новшество это интересно и оно однозначно скажется на торговле, на рынке. Но как это произойдет, посмотрим уже на релизе. До скорого релиза!